Где ремонтировать часы? Какому сервису можно доверять? Где отремонтируют российские часы по швейцарским стандартам? Друзья, всем привет! С вами Виктор, вы на канале про часы. Недавно я задался вопросом, а где же мне обслуживать свои часы? В моей коллекции в основном отечественные бренды, но мне хочется, чтобы обслуживали их с должным уважением и, конечно же, по правильным стандартам. Можно отнести и в ближайшую мастерскую, но обычно там, когда видят российские часы, обслуживают их, ну, мягко скажем, как попало. Главное, чтобы они потом пошли, а сколько царапин оставит мастер на корпусе и отпечатков пальцев на механизме, никого не волнует. При этом, когда приносишь часы в какой-нибудь дорогой элитный сервис, они смотрят, что это российский бренд, и так делают странное выражение лица, говоря, что такое мы не ремонтируем. Ну, а где же найти идеальный сервис для отечественных часов, но чтобы относились к ним с должным вниманием, чтобы ракету обслуживали как роликс? Конечно, как и многие из вас, я обратился к своим знакомым, и один очень уважаемый мной человек порекомендовал мне сервис «Секунда», который находится в Москве на улице 1812 года. Именно в этот сервисный центр я решил и отправиться, и приглашаю вас пройти вместе со мной. Сдадим на обслуживание мои часы, познакомимся с мастерской, посмотрим, кто и как там работает. Итак, Москва, улица 1812 года, сервисный центр «Секунда». Поехали! Итак, друзья, я пришел в мастерскую «Секунда». Рядом со мной Владимир, владелец мастерской. Владимир, приветствую вас. Привет. Очень рад видеть. Я тоже очень рад. Хочется узнать все-таки мастерская «Секунда». Ну, у меня, по крайней мере, в первую очередь, ассоциировалась с элитными швейцарскими часами. И, наверное, я бы сюда не снулся со своей ракетой, но еще несколько лет назад. Да, все правильно. У нас всегда был такой имидж, но в современном мире, особенно когда мы начали смотреть ваши разные видео и смотреть, какого качества стали русские часы, мы всем коллективом подумали, а почему бы нет. Тем более у нас очень близкий друг всей нашей мастерской – это Ксавье. Ксавье, который работает на ракете. Да, на ракете. Многие его знают. Да, он когда-то нас всех тренировал в плане часового искусства. Он и проходил у нас, работал у нас. И посмотрев на все это, и также пообщавшись с Ксавье, вообще, как это все делается, мы поняли, что, в принципе, русские часы очень сильно выросли за тот момент в становлении нашей мастерской. То есть мы работаем с 2008 года. И в 2008 году русские часы начинались и заканчивались с какими-то сувенирными продукциями из золота. К сожалению, да. Либо совсем какие-то старые часы, которые там времен СССР. Да, они качественные, и все. Но, к сожалению, тогда еще мир не коллекционировал их правильно. То есть, по это делу, были отдельно взятые коллекционеры, которые разбирались, понимали какие-то очень культовые и редкие вещи. Да, в данный момент много народа начало коллекционировать русские часы. Да, и их коллекции выросли из русских часов. Уже там добавились японские, швейцарские. И у нас огромное количество клиентов, которые спрашивают, а где бы нам вообще не есть русские часы. Вот. А мы раньше отказывались, потом у нас появилось такое правило негласное, то, что если человек у нас обслуживает часы уже, какие-то там швейцарские, и в коллекцию у него есть русские, конечно же, мы тоже брали его русские часы в работу. Да, потому что, к сожалению, 80% потребителей русских часов, да, они немного не понимают разницы между качественным сервисом, да, то есть, когда ты пришел, да, выполнили все, что ты хотел, дали гарантию, да, сделали это по швейцарским нормативам, да, то есть, совершенно по-другому относимся к сервису, да, нежели чем, например, Деня там в переходе, да, какой-нибудь там Виктор Павлович такой лет 60, который там вырос на советских часах, да, там как-то это делает неаккуратно, да. Ну, можно понимать, что он сделает сильно дешевле, у вас все-таки сервисовая политика. Да, да, ценовая политика, я со стопой полностью согласен, у нас, конечно, он не сервис в переходе, да, и там не частного мастера, вот, но у нас идея в трубу, да, в том, что у многих из нас, наши старшие родственники, да, там, дедушки, бабушки, там, у некоторых отцы носили советские часы, и для многих из нас все эти часы остались в душе чем-то таким очень важным для семьи, да, потому что особенно, вот, да, можно привести такую аналогию странную, да, вот, где-то вот у деда какого-нибудь есть жгли, да, это его ласточка, вот, дедушка умер, да, там, и в эту машину его ставил, там, его внука или сын, да, там, и вот дедова ласточка так и осталась, ласточка в семье, да, вот, так и многие часы советские, да, остались для многих, да, именно такой памятью о дедушке, да, там, и мы встречаем уже не первый раз, когда люди говорят, сделайте что угодно, вы только лишь бы эти часы, что-то сделать их в первоначальный вид, но оставляя при этом эти же часы, ну, то есть, не добавляя, там, новые запчасти или еще что-то, там, оставьте циферблат, стрелки можете, там, новые найти, там, ну, то есть, такое же находится, очень много, да, запчастистные на советские часы, которые в состоянии, ну, как нос. Сохранения, да. Да, да, ну, там, на английский манер нос, да, там, на русский сохран, вот, то есть, просят лишь бы, вот, максимально на сохранение часы, но сделав их при этом новыми. Им без разницы, какой бюджет, да, то есть, вот, лишь бы сделать. Я по себе могу сказать, что я восстанавливал и советские часы свои, которые у меня были в семье, и даже, ну, новые российские. Я когда вижу, там, где-нибудь мастер в переходе берет, там, отверткой, срывая стрелки, я понимаю, что сейчас будет одна царапинка на циферблате, ну, и все. И все забыли, да. А он понимает, что, ну, они дешевые, да, господи, да нормально. Да, да, ну, что, хочется, чтобы вот здесь, вот, как к роликсу относились к моим часам. Так, с удовольствием, мы с большим удовольствием будем относиться к твоим, вот, ты сейчас дашь нам на сервер свои часы, да, в разнице от роликса ничего не будет, то есть, нет какой-то градации именно в качестве, да, потому что у нас и от этого и цитата, да, потому что русские часы требуют столько же времени, сколько роликс, ну, право говоря, да, ну, там, если сравнивать автоматный, да, то есть, понятно, что... Ну, да, 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 то есть, ручник, как бы, никак в жизни не будет таким же, просто, таким же сложным, как автомат, ну, имеется в виду такой базовый тимон, там, три стрелки и дата, вот, то есть, именно поэтому у нас такая цена, потому что мастер требнул, тратит одинаковое количество времени, да, я вот, смотрел твой опрос по поводу сервиса, да, и многие люди там говорят, ну, вот, цена на ремонт швейцарских часов складывается от ответственности. Да, кстати, вот, если мастеру угробят роликс, то ему надо будет заплатить, там, 10 тысяч долларов, если угробят ракету, там, ну, тысячу, и это разное. Ну, на самом деле, мне очень не нравятся такие сравнения, да, в том, что ответственность у мастера, мастер должен всегда быть ответственный за любые часы, чтобы он там не ремонтировал, принесли, не знаю, там, в кассе его поменять батарейку, и не надо, там, этот кассио открывать ногой, да, там, и запихивать туда батарейку также ногой, да, ну, конечно, не надо, потому что, если часовой мастер будет плохо относиться к дешевым часам, знаешь, соответственно, рано или поздно он будет также относиться и к дорогим. Главное, мы собираемся на нашего видео. Ну, есть такие вещи, да, то есть, как такая вот есть незабываемая правда, то, что аккуратный человек аккуратен во всём. Ему, ну, любой хороший мастер, да, без разницы, он одинаково делает любые часы. Да, он, единственные часы, которые он может сделать плохо, это свои. Ну, свои, это уже отдельно. Да, потому что он начал их делать, а, это потом, это так, 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 ну, как-то собрал, сапожник без сапога. То есть, если мастер говорит, я буду относиться к вашим часам как к своим, ну, лучше не идти. Ну, нет, конечно, ну, все мастеры разные, но, образно говоря, такое есть, да. Поэтому, вот, мы пообщавшись, всем коллективам, решили, что, ну, настало время, да, как бы рассказать о том, что к нам можно приносить российские часы. Да, у нас, ну, ценовая политика, мы решили, что правильно мы будем приравнять российские часы к самому начальному сегменту швейцарских часов, да, потому что часы, особенно, там, современные, типа ракета, стоят примерно, ну, как тесо. Это даже без рожи. Да, да, да. Уже настолько разволочь граница. Да, да, то есть, поэтому вот мы решили приравнять их к тесо. Да, у нас тесо начинается, там, ручник от 8 тысяч рублей, автомат от 11. Да, ну, вот, примерно, такая вот будет цена на российские часы, если там ничего не сложно, ничего не сломано, только вот обслуживание. Ну, как репассаж, да? Да, репассаж, да. Репассаж, сервисное обслуживание, многие называют даже ТО, как бы без разницы, но мы любим использовать слово репассаж. Ну, часто, кстати, вот надо проводить репассаж, в целом, вот сейчас про любые часы спрошу. Много мнений, хочется услышать и ваше. Вообще, на самом деле, как показывает практика, все зависит от того, как мы носим часы, да, и тут очень парадоксальная взаимосвязь. Чем чаще носим, тем реже приходим в сервис. Вот так вот. Да, потому что смазочные компоненты, все это начинает загустевать, когда часы лежат, да, соответственно, когда смазка не работает, она загустевает, потом она распадается на фракции, ну и, соответственно, эти фракции масла, на которые оно распалось, весь этот мусор потом загрязняет полностью весь механизм, да, и, соответственно, приводит даже к ускорению процесса такого износа механизма, нежели чем просто вот если часы, ну, если смазочные компоненты распарились на фракции, да, если бы они просто бы распадались, то не так было бы губительно, как то, что это само у вас загрязняется, да, и если взять, например, часы с автоподзаводом, то там еще интереснее все это происходит, потому что это грязь, которая высохшая летит, она вот прилипает на ротор автоподзавода, и ротор автоподзавода очень красиво, да, да, и равномерно начинает загрязнять весь механизм, да, вот, поэтому ну, мы рекомендуем, если часы носим активно, да, ручник, наверное, обслуживать нормально в районе 4-5 лет, да, автоматный, ну, раз в 3 года, из автоподзавода, потому что автоподзавод такой достаточно сложный узел, который требует очень много смазки, и, соответственно, там смазка быстрее всего приходит в негодность. Зрители могут подумать, что если вы начали заниматься российскими часами, то возникли какие-то проблемы со швейцарскими, все мы понимаем сейчас санкции, но, тем не менее, вы продолжаете ремонт дорогих швейцарских, там, японских, может быть, часов? Ну, японских реже, да. Ну, то есть в Швейцарии. Вы являетесь официальным сервисом, или вы работаете... Нет, мы, ну, на самом деле, вот официальный, неофициальный сервис, я все-таки считаю, что, как и многие из нашего профсоюза, что есть официальный дилер, а есть мультибрендовый сервис, да, потому что официальный дилер – это обычно либо, как в Swatch Group он только занимается, да, то есть, как бы, либо монобренд, либо прям целый... Ну, всю группу обслуживает. Да, да, всю группу, да, обслуживает, да, то есть, Richman, Swatch, да, вот, а есть, как бы, мультибрендовые сервисы, да, мы одно время были официальным сервисом у Армана Николет и YorkCasic, но, там, ввиду сложностей взаимодействия, да, все-таки, между Россией и Швейцарией решили отказаться от этого. Ну, это накладывает некоторую сложность в работе. Да, потому что у нас совершенно другой подход, да, мы, как бы, с европейцами, но немного по-другому видим это все, да, то есть, особенно логистические проблемы, да, потому что запчасти, да, они там поставляли их в Россию, все, у нас даже был сток более-менее... Салон популярного? Ну, практически самого популярного, но больше по механизму, ну, именно детали были для механизмов, то есть, какие-то детали фурнитуры, это были достаточно, это все под заказ, и это все требовало очень большое количество времени, да, а, к сожалению, мануфактура, которая это все предоставляет, она не общается с клиентом напрямую, да, то есть, и клиент, который купил часы, да, он как бы нас спрашивает, когда, когда, мы спрашиваем у них, когда, когда, но они там не считают нужным сегодня ответить, а клиент же на нас требует, да, какого-то ответа, вот, и поэтому проще было, ну, как бы отдалиться от этого всего. Если человек приносит ремонт в официальный сервис, он получает продолжение гарантии, скажем так, да, то есть, все официально, все легально, если это сторонний сервис, вот как ваш, есть ли от вас гарантия какая-либо? Да, конечно, на все наши работы мы представляем годовую гарантию, на некоторые часы мы можем предоставить два года, да, то есть, чтобы там получить, например, два года гарантии, надо, чтобы часы до этого никогда не ошибались с ременем ТО, то есть, чтобы в них не было там дополнительного износа, ну, то есть, обычно мы два года даем на часы, которые в первую жизнь попали на ТО, когда при этом они зашли к нам с начинающими следами того, что... То есть, еще не мертвые. Ну, не то, что еще не мертвые, нет, которые как раз, вот, как на автомобиле загорелось, там лампочку надо сделать ТО, человек пришел к нам, да, и вот на такие часы мы можем дать два года, когда мы уверены действительно в этих часах, вот, а, конечно, там, на часы, которые там имеют запрещаемое 15 лет жизни, да, и там пару пропущенных сервисов, конечно, ну, только год. То есть, соответственно, и на российские будете давать гарантии. Да, на российские также будем давать год гарантии, да. И, к сожалению, ввиду того, чтобы дать год гарантии, у нас немного растянутое время обслуживания часов, то есть, ну, например, какой-нибудь частный мастер вам скажет, ну, приходи завтра, все будет хорошо. Вот. Нам, к сожалению, требуется чуть больше времени. Ну, как к сожалению, конечно, ну, я бы не сказал, что правильно, применительно к этой ситуации, но, например, у нас какая практика, да, то есть часы только попали к мастерам, один день он их диагностирует, выявляют все дефекты, да, при этом зачастую разбирается полностью весь механизм, все дефектуется, смотрится, да, где что нужно поменять или не нужно. Потом делается сервис, да, и после этого сервиса, в зависимости от запаса хода, у нас времени требует, получается, если часы, например, с запасом хода 48 часов, то значит, соответственно, 96 часов часы будут находиться у нас на диагностике. Первые 48 часов, это просто мы часы завели, да, и, ну, до полного, и смотрим, как они выходили, да, то есть, если они и во время этого периода, вот этих двух дней, мастер на разных, как бы на разной степени завода пружины проверяет на специальном приборе, да, точность, проверяет, как они на разном запасе идут, да, то есть, нет ли там провалов, да, там бывает такое, что, наверное, некоторые часы имеют такую болячку, то, что на полном запасе они очень сильно торопятся, это особенно ко всем ручникам относится, да, то есть, все часы без автомата на полном запасе хода первые там 10-12 часов имеют свойство убегают, да, 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 потом пружина немного убирает свое давление на механизм, и, соответственно, часы выравниваются, вот, и как раз вот первые 48 часов, часы просто мы проверяем, ну, не трогая автоподзавод, то есть, мы проверяем и запас хода, то есть, соответственно, кливом заводским параметрам, и также точность на разных степенях запаса хода, вот, и следующие 48 часов, часы тестируются, если это автоматные, на имитаторе человека, такая карусель, да, мы... Так оно называется имитатор человека? Ну, я просто столько раз видел эти штуки уже, и на производстве, и на... Ну, вообще называется циклотестом, да, но все-таки для упрощения, да, для... Классное название. Да, мы его называем имитатором человека, ну, потому что, там, не знаю, можно назвать имитатор носки, да, там, просто не всем понятно слово циклотест, да, поэтому лучше вот так называть, да, это уже тоже проверенная практика для общения с клиентом, вот, и мы, да, проверяем выше названное устройство, мы проверяем то, как работает автоподзавод, часы в разных же положениях по-разному идут, да, и во время вот этого катания на циклотесте мы смотрим общую точность за сутки, да, потому что поставить в один момент на приборе, да, это там плюс 4 секунды в сутки, ну, это хорошо, да, а может быть из-за того, что часы все время в разных положениях, там за сутки может быть 15 секунд, 20 секунд, и опять же... Это уже не совсем корректно. Да, 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 ну, то есть, в зависимости, конечно, от механизма, да, от его заводских параметров, но, опять же, да, это некорректно, мы стараемся все часы настраивать именно таким образом, чтобы были не заводские параметры, а вот чуть улучшенные, да, то есть, стараемся настроить часы ближе к сертифицированному хронометру, да, там, ну, у нас есть клиенты, которые просят, например. Ну, если это возможно. Да, если это возможно, либо с какими-то определенными вмешательствами, да, например, есть, к сожалению, не пророссийские часы, да, но, например, есть разные эти су и ланжин, которые используют в ней хронометрированный спуск, да, и были случаи, когда нас просили поменять обычный спуск на хронометрированный и отрегулировать это все, то есть, мы находили либо бушный, либо новый спуск, да, его меняли и добивались точности от часов более, ну, превосходящие заводские параметры, то есть, и мы такое тоже можем сделать. Вот это уже вмешательство, по сути, как уже не те же самые часы. Ну, не совсем те же самые часы, но, опять же, клиент доволен. Да, самое главное, клиент доволен, то есть, мы, наоборот, всегда стараемся, и мы считаем нашим отличительным свойством, например, как-то доработать часы именно под клиента, то есть, все люди же по-разному носят часы, да, кому-то без разницы, да, там, как они идут, что они идут, есть люди, которым говоришь, вам нужно сделать север, всем говорят, я все равно даже часы не выставляю, я так ношу, как аксессуар, да, а есть люди, да, которые требуют каких-то определенных, хотят какие-то определенных характеристик от часов, да, то есть, мы им помогаем в этом, что-то дорабатываем, что-то делаем, то есть, это все возможно. Главное выслушать пожелания, да, главное поднять своего клиента, да, услышать его правильно, то есть, на самом деле, даже ремонт часов в плане каких-то нареканий в плане точности, чем точнее нарекания клиента, тем лучше будет сервис, ну, то есть, сход обоих. То есть, надо говорить полностью все, как на душе, что вон такие-такие моменты. А, Владимир, еще такой вопрос, ну, не знаю, для многих, наверное, мне кажется, важный, сталкивались и мои зрители, и я лично сталкивался с тем, что, бывает, заходишь в мастерскую, говоришь, мне хочется отремонтировать там полет, говорят, мы занимаемся только швейцарскими часами, вам вообще нет смысла их ремонтировать. То есть, они даже не говорят, что, да, можно, но это будет стоить дорого, как в вашей практике, вот, приходит человек, вы его не знаете, он не был еще вашим клиентом, приносят, ну, дешевые часы, допустим, стоят они там 50 тысяч рублей, 20, как его встретят? Встретят абсолютно так же, как с человеком, человеком с потеком, и он просто, ну, примерно сразу соментирует по цене, абсолютно корректно, правильно, то есть, не будет такого, вот столько, ну, конечно, так не будет, да. А лучше, может быть, так себе до другого сервиса. Да, 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 вот, мы скажем абсолютно, вот, у нас вот такая цена. Устраивает вас? Хорошо вы оставляете. Не устраивает, но, к сожалению, увы. Ну, тогда, я думаю, стоит посмотреть еще и на саму мастерскую, познакомиться с мастерами и задать в ремонт мои часы. Да, с удовольствием. Итак, друзья, мы переместились непосредственно в мастерскую, и я познакомлю вас с техническим директором сервиса Секунда, Алексей, приветствую, рад познакомиться, и у меня есть несколько вопросов с технического характера именно по вашей мастерской. Я всех приветствую в нашей мастерской. Я здесь занимаюсь техническими вопросами, что касается часов, и занимаю должность технического директора, и хочу рассказать про наших мастеров, которые у нас здесь работают, и осветить квалификацию. Ну, это важно, потому что, когда человек приносит часы, ему очень важно знать, к чьей руки попадают эти часы, какова квалификация мастера, который будет делать часы, и эти вопросы задаются очень многие этими вопросами. Вот я сам хотел спросить, да, сколько у вас работает мастеров, и какое обучение они проходили, насколько они квалифицированы работать с простыми механизмами, сложными механизмами? Я не побоюсь этого слова. У нас три мастера в мастерской, и они лучшие в Москве. Даже так? Да, могу даже так заявить, потому что, во-первых, они у нас работают очень долго, и качества проверены временем. Это раз. Второе, у нас все мастера проходили официальное обучение в Швейцарии на швейцарские часы, начиная с базовых калибров на заводе в Гренхене и Ита, и продолжают на других заводах монобрендовых, таких как Тесо, Сертина, Мидо, Брайтлинг, Амиго и так далее. Поэтому, когда часы попадают к мастеру в руки, он понимает, что за часы у него в руках, что нужно ему делать. И это все происходит на основании технической документации, которую он получил. То есть обучение – это не только какое-то там знание, которое дается мастеру в течение обучения, а это также и доступ к техническим документациям, по которым ему нужно выполнить тот или иной ремонт. Ну, это касательно швейцарских часов, да, там есть все мануалы, то есть человек, грубо говоря, берет и делает то, что написано. А если мы говорим сейчас про ваше, ну, скажем так, новое направление, ремонт и российских часов, и других, у мастера нет такого мануала. Как он справится? Все верно. И в этом есть своя специфика. Специфика в ремонте той же ракеты, она немного отличается от швейцарских часов. И эту специфику мы тоже так же учитываем, как это учитывается любимыми другими брендами. Поэтому мы, собственно, и заявляем о том, что мы имеем, ну, как бы, ну, во-первых, ремонтируем уже на данный момент эти часы, да, и не одни уже отремонтировали. И умеем, знаем, как это сделать, в том числе и по техническим документациям. А если сравнить, например, есть мастера, работают самостоятельно, который, например, он там 20 лет работал когда-то на производстве, и сейчас у него там маленькая мастерская, он ремонтирует там те же самые старенькие ракеты и полеты, и вроде как знает механизм идеально. В чем отличие все-таки принести к вам или к такому мастеру? Понятно, есть, наверное, разница в цене, но за что человек переплатит? Отличия в качестве и количестве оборудования, на котором производится ремонт. Это моечные установки, это установки для проверки герметичности, это установки, ну, приборы по проверке точности часов в разных положениях. Это тот же циклотест, это те же пресса, это наличие расходных материалов, некий такой сток, который мы имеем, да, то есть это уплотнители резиновые, полиуретановые для стекол, стекла и так далее. То есть это та база, на которой фундамент некий, на котором держится, собственно, и в том числе качество ремонта часов. А если сказать про какие-нибудь сложные механизмы, на которые запчасти, ну, уже найти невозможно. Не новые, ну, даже бывает сложно найти где-то донорские часы. Вы можете сами изготовить деталь? Да, конечно. В том числе есть оборудование по изготовлению деталей, по изготовлению рычагов, ЦАП, колес целиком, то есть токарный станок с делителем, токарно-фрезерные станки. У нас все это есть. Мы это накопили как бы с течением лет и столкнулись в какой-то период с тем, что запчасть не достать, не купить. И, собственно, эту базу, этот вопрос мы закрыли очень давно, поэтому, ну, как бы доступ к этому теперь есть. Ну, теперь я, наверное, смело могу отдавать свои часы. Да. Итак, друзья, мои часы уже в руках у мастера, мастерской «Секунда». Андрей, приветствую. Как получится поработать с моим океаном, например? Я знаю, что с ракетой вы уже работали, а вот хронограф 31-33. Как насчет него? Да, хронографы к нам тоже поступают в ремонт, хотя мы преимущественно занимаемся швейцарскими механизмами, но этот механизм изначально был спроектирован со швейцарского, как уже многие знают. Ну, и, естественно, мы его тоже берем в ремонт, сейчас посмотрим, что с твоими часами с удовольствием. Они очень давно не обслуживались, и я действительно искал мастерскую, где бы это сделали качественно, хорошо и с отношением как к серьезным часам. Я вижу, у вас тут лежат и Rolex, и Ademar, и Shapar, то есть понимаю, что люди к вам несут достойные вещи. Надеюсь, мой океан будет более-менее достойно выглядеть в этой компании, естественно, мы будем стараться, так же, как и с любыми другими часами. Сейчас проведем тогда их первичную диагностику, посмотрим, в каком они состоянии у тебя. Ну, там наверняка есть царапины, наверняка есть небольшие царапинки, но нет, например, мятинок, вот это уже хорошо. Есть вот небольшие повреждения на стекле. Но тут, к сожалению, минеральное стекло, которое, насколько я знаю, очень сложно, практически невозможно полировать, лучше заменить. Ну, да, наверное, логичнее заменить его будет. Но так никаких визуальных проблем нет. Взглянем на механизм, он с прозрачной крышкой, мы можем ее не открывать тогда сразу. Посмотрим, насколько он чистый. Не было ли туда, может быть, каких-то вмешательств посторонних, иногда это очень заметно, если кто-то знает, что ты делал. Я сейчас при большем увеличении микроскоп это сделаю тогда. Так, механизм при осмотре довольно-таки чистый. Сейчас мы его заведем, и хотелось бы его посмотреть на приборе, какие параметры он выдаст. Потому что сколько примерно лет часам? Пять лет. Вот. Ну, пять лет, в принципе, для океана не такой большой срок, но вот сейчас, например, мы видим среднесуточную точность порядка 20 секунд, амплитуду колебаний баланса. Магнатор, мне кажется, нет? Нет, она в норме. Она в норме. Но тут достаточно мощные пружины, надежный механизм. Но не всегда амплитуда и точность могут свидетельствовать о том, что часам, например, не требуется обслуживание. То есть эти параметры могут быть вполне и в норме. Но, допустим, масло уже высохло, и при сухом масле, если его там не так много было, то амплитуда, с учетом мощного калибра, амплитуда может быть в норме, а при этом может происходить износ деталей при работе часов. Конечно, как мы уже говорили ранее, обслуживание и ремонт занимают довольно длительное время. И, конечно же, нужно провести все возможные тесты. Но я уверен, что отдал свои часы в надежные руки. Теперь я наверняка знаю, где буду обслуживать свои часы, где будут относиться к ним с должным вниманием и уважением, несмотря на бренд и страну-производитель. Ну и, конечно, всецело рекомендую вам мастерскую Секунда. Город Москва, улица 1812 года. Кстати, отправить свои часы сюда и из регионов посредством служб доставки тоже возможно. Здесь ваши часы получат должный уход и нужное внимание. Спасибо, что смотрели это видео. Обязательно ухаживайте за своими часами, и они будут долго вас радовать. Увидимся в новых выпусках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok